Добрый вечер. Татьяна Полякова и наш Tea for Two. Мы всегда пьем чай с Геннадием Изюфьевичем в это время. И я жду возможности пригласить Геннадия. Очень приятно. Всех рада видеть. Добрый вечер всем, действительно. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Геннадий. Я уже справилась. Как ты любишь. Вся в белом. Боже, какие нарциссы. Да, я всегда покупаю. Много лет у меня есть такая традиция, всегда, когда я приезжаю в Таллинн, я люблю, чтобы у меня дома были очень простые садовые цветы. Самые-самые простые. И я всегда хожу. Ты, наверное, знаешь, в центре есть такая Янникерик. Это площадь независимости, центр города. И там есть очень скромный такой маленький лоток. Не знаю, как это называется. Ну, в общем, место продажи, где собираются садоводы, пенсионеры. Они там всегда. Это как городские воробьи, знаешь. А это такая традиция. Есть ряды цветочные. Но я туда стараюсь не ходить. Я хожу всегда к ним. Всегда беседую, выбираю цветы. Знаю сорта цветов. Знаю, как они живут, как их жены. И такой же, такая же пожилая дама Стонка продает цветы всегда, когда я хожу на кладбище к моему отцу. Он, кстати, рядом с Гумилёвым похоронен. Я всегда кладу один цветочек тоже в Гумилёву. Вот. Поэтому я всегда покупаю эти цветы действительно. И мне кажется, мои евро попадают им в точку. То, что им нужно. Особенно перед праздниками. Народа было мало. Был ледяной ветер. Такой, как будто льдом по лицу водят. Так было холодно. Ну, и ещё у меня есть, конечно, вот такие совсем крошечные лесные фиалки. Я их тоже собрала. Перелесные. Перелески. И красиво. Смотри, как они смотрятся в лиможе. Так я их устраиваю. Конечно, хорошо бы, если бы они были во мху. Но если ты заметишь, я их запутала в такой лесной мух, чтобы им было уютнее, чтобы они не потерялись по жизни. И там есть чуть-чуть земли. Надеюсь, что они... Я их потом хочу пересадить. У меня есть план на них. Что ты пьёшь сегодня? Я... Я, главное, в чём пью? А, пью... А, да ты что, покажи. Пью дорджелинг. В чайной паре. Какой дорджелинг? Нашего любимого. Обычный. Ну, тот же самый, что и в прошлый раз. Ну, как обычный. Хороший дорджелинг. Это второго весеннего сбора. Роскошно. А я пью... Байгауинь. Сильвер нитл. Мы вчера так зашли в эти... В иголки с тобой, в иглы, в почки. Что... Пуэрп, он действительно был очень долгий. Но я много его мыла, но всё равно это был огромный тонус от него. Поэтому сегодня я решила такой Китай заварить. И я пью его. Мы с тобой не сговаривались, мало кто в это поверит. Но я люблю свой чай, не скрою, пить не из чашки, а из мак, из кружки. И на самом деле, то, что мы с тобой в анонс поставили, тоже не случайно. Если вы видите, анонс был из нескольких блоков. И мы с Геннадием, нас связывают очень многие увлечения с тобой. Но то, что и ты, и я собираем вот этот фарфор, не сговариваясь. И ты знаешь, когда ты вчера этот гайвань опубликовал на анонсе, маленькую пиалку китайскую, с подпиальником, не знаю, как это назвать, под гайваньником, не знаю, как правильно, да? И с крышечкой. Возникла дискуссия целая, я тебя в неё вовлекла. И, например, Андрей Маруденко. Андрей, если вы нас смотрите, обожаю и преклоняюсь перед вашим талантом. И мне приятно, чтобы на eBay нашли, на самом деле, на всех аукционах. Конечно, можно оказию найти. Я не скрою, я тоже выставила свои маленькие чашки эспрессо. Я не пользуюсь эспрессо. И я хочу вырученные от продажи эспрессо средства. Да, я их дала, но полный сет, они одобрили, конечно, это всегда. Я, кстати, очень мало вижу на аукционах нашей с тобой любимой серии. И потом, не скрою, что я, когда листаю Инстаграм, я знаю всех владельцев нашего балкона этой серии наизусть. Он есть у Сати Спиваковой, он есть у Ольги Панченко, он есть у Дениса Мережковского, он есть у Павла Камина, он есть у тебя. Я уверена, что я... Мы такие разные, но что-то нас объединяет. Да, поэтому, ты знаешь, и я посетовала тебе на днях и сказала... Помнишь, когда мы говорили с тобой о кинцуке, о японской технике склеивания золотом черепков? И спросила тебя, можно ли будет в Японию отвезти мою тарелочку из этого сервиза. Ты сказал, не уверен, что они возьмутся клеить чужое в своей технике? Ну, я не знаю, просто я не знаю мастеров, которые это делают. Ну, так вот, я настойчива, как дятел, и мне сегодня утром написала Аки-сан, наша с тобой Аки-сан, любимая Аки-Россия, Аки-Роша. И, естественно, она нас смотрит, и она сделала большой комплимент нашим эфирам и нашла, что это очень полезно. И она рада, что мы красиво говорим о ее стране. И я уверена, что тебе будет с ней интересно поговорить. И она прекрасный собеседник, Аки владеет русским, Аки-сан владеет русским. И я спросила, нет ли у нее мастера кинзуги. Она сказала, конечно, есть. В следующий раз обязательно привозите тарелку, она будет окинзугирована. Она будет, я устрою из нее кинзуги. Так что у нас целый приятный клуб с тобой, да? Сколько лет ты собираешь эту серию? Не помню, честно говоря. Ну, 15, может быть. Как только она вышла мне сразу, она... По-моему, она вышла как раз лет 15 назад. Потом она была еще в платиновом варианте, в синем варианте. Но красный. Красный. А вот, кстати, моя добрая подруга Таня Удальцова из Парижа пишет, что ее дочь Настя с удовольствием займется твоей чашкой, блюдцем. Потому что как раз она изучает это, так сказать, мастерство кинзуки и занимает... Преклоняюсь перед такими людьми. И я счастлива, на самом деле, что есть в соцсети и о многих вещах, о многих увлечениях, о многих, о многих, ну, во-первых, об аукционах, о каких-то мероприятиях. Я тоже узнаю из интернета. И я подписана на очень много, как это сейчас называется, ресурсы, на многие ресурсы. Ресурсы. Меня научил Кирилл наш парижский, слову ресурс. О, сейчас я про Кирилла расскажу. Прекрасную историю. Он увлекся Гарднером, поэтому вот такая у меня история. Да, тут спрашивают, как называется эта серия. Она называется «Балконы Гуадалкирики». «Гуадалкирира». Вот, в общем, вот так она выглядит. Ну, это можно найти. Это «Эрмес». Это можно найти, да. Это «Эрмес». Это серия, которой уже 16 лет. И она действительно... Знаешь, почему в платиновом цвете? Потому что платина не темнеет. Почему все ободки, фарфор белый французы, немцы, почему они используют платину? Не для того, чтобы потратить, а потому что платина никогда не потемнеет. Золото до 30%, да, и платина очень часто. Я тоже расскажу о своей страсти к золочению предметов. И на самом деле, смотри, у меня не было правильной чахе, но вот свои почки... Я потом буду пить почки, потому что у меня сегодня вечером и свидание, и еще я должна на литургии успеть. Вот такая у меня чах... Нет, единственный недостаток французов, о которых мы сегодня говорим, это то, что у них нет хорошей чахе к каждому сету. Ну, например, вот в этой своей, в этом своем лиможе, а ты заметил, как похож цвет? Ну ладно, мы теперь ежедневно в эфире. Ну, еще так, знаешь, не умею. Цвет, да, красный. Красный очень похож. Красный очень похож. Это Эрмес, да, и люди многие думают, что Эрмес делает посуду сам. Он ее заказывает у лучших производителей фарфора, конечно. Или, опять-таки, фаянса. Ну, естественно, он делает сам дизайн. Это их дизайн, это их дизайн. И, как ты знаешь, даже брат Елены Петросян, которая Петросян и Кра Париж, он работает, имеет отношение к дизайну у Эрмеса. И он лучше всех подписывает новогодние открытки каллиграфично. И человек многих талантов, как и ты. И когда я пришла в Райно, это Лимош, тоже роскошный дом. Это через дорогу от Эрмес, если знаешь здесь, где Леклиер, прости, пожалуйста, нескромное слово, где городской Леклиер и где Будабар, где Крион, если идешь от Фабура Крион. И есть там прекрасный один магазин в галерее, он называется Райно. Я много с ними работала и часто у них бывала, дружила с ними. И, ну, знаешь, в магазине там немноголюдно, это больше всего такое отелье, скажем. И на втором этаже у них есть мастер, который занимается персонализацией сервизов для того, чтобы было не как у всех. И я с ним тоже дружила. И они мне открыли большие золотые ключики, дали специальные золотые ключики в разные парижские отелье тоже. Это очень полезно с ними разговаривать. И я увидела, эта серия называется «Маркиз и мандарин» Райно. Она, к сожалению, снимается с производства или не та. Поэтому на Кипре в 3F я выхватила идею, что мне нужно последнюю. Там еще мне не хватает нескольких размеров тарелок. Я не покупаю разом и покупаю по мере надобности. И я сказала, смотрите, такой цвет, как у Эрмес этот красный. Мне так нравится и мне так подойдет. На что Анна, моя добрая подруга из магазина, она сказала, ну мы же это делаем для Эрмес. И мне повезло. В январе этого года, надо сказать, что в этом году я уже много путешествовала, как ты знаешь, не так далеко, как ты. Но мне посчастливилось в группе профессионалов, именно профессионалов, потому что лиможские дома, они очень охотно к себе пускают, как и виноделы, как и шампань. Они могут магазин призывать, они могут сделать экскурсию для туристов. Но можешь даже такие экскурсии в музее с удовольствием покажут, все расскажут о традициях, о семье, но ни в коем случае не покажут производство. И мне посчастливилось, я была на производстве, и я видела там еще одну новинку Эрмес, по-моему он называется, забыла, такая флора очень сильная. И они расписывают сейчас, это Бернардо делает для Эрмес, и Бернардо делает также для Тиффани заказы. И об этом персональном фарфорах мы тоже поговорим попозже, если можно. И, значит, о Кисане Кинцуке я тебе проговорила, это было для меня важно. На самом деле, ведь о фарфоре мы можем, о своем Востоке мы можем говорить очень много. Понятно, что China, слово Китай, China, оно так и перенеслось в Европу, и все стали называть, англичане до сих пор прекрасно порслан, они очень редко говорят, все это находит China для них. И вот как раз в Костроме, в музее городского быта, городского головы, в музее городского быта, это частная коллекция, частная экспозиция. Там нет большого антиквариата, но там абсолютно атрибуция каждого предмета, который был в быту, в мащианском, в купеческом, в тварянском быту в России. И как раз на столе лежал осколок фарфора. Ну, там было видно клеймо, но это было абсолютно видно, что это разбитый предмет. И я сразу спросила, почему? И очень хорошее, мне посчастливилось познакомиться с хозяйкой этого проекта, но гид, первый гид, с которым я познакомилась, он прекрасный знаток уклада русского, уклада русского быта. И он сказал, вы же помните, откуда пошла эта мода обрамлять фарфор в золото, потому что фарфор, это была диковина, он был дороже всех драгоценных камней. И когда предмет бился, этот осколок обрамляли в драгоценный металл и делали из этого брошь, откуда и сейчас есть эта традиция фарфоровой росписи и брошей. И, в общем, это был предмет гордости, потому что ты же не будешь сервизом по улице, а все-таки это был такой знак отличия, это была своего рода медаль. И ведь посмотри, если я так красиво сяду, могу взять попроще чашку, например, даже, но все равно, если бы я села так, это уже тот портрет, к которому часто стремятся и селебрити, и люди, которые делают портрет в интерьере, портрет дома, всегда, чтобы самопозиционироваться, показать. И я, например, всегда, когда попадаю в музеи, еще раз не постесняюсь этого слова, потому что я очень люблю слово провинция, и Прованс люблю, и провинции люблю. И в каждом таком небольшом провинциальном городе, областном, пусть областном центре, тоже будет музей, которым, если вот все музеи взять за прошлый год и сложить все кадры, которые я в них сделала, у меня будет шикарная коллекция, именно фарфоровая. Это такие артефакты, в той же Костроме прекрасные вещи были, в Одессе в музее, в Харькове в музее. И разговаривая со смотрителями, специалистами музея, которые ведут этот отдел фарфора, это то, что мне забыли сказать родители, а может быть, мои родители никогда этого и не знали настолько глубоко. Поэтому все детали, именно быта, кто что заказывал, кто что собирал, как к ним попала эта фигурка, ну, они все знают, музейщики, правильно? И это, на самом деле, очень интересно. Поэтому, если говорить, мы темой выбрали Францию и фарфор, что для нас, ну, это ежедневное использование, ежедневно мы сталкиваемся и работаем, и наслаждаемся французским фарфором, то, на самом деле, если разобрать французский день, уклад французского быта, то начинается французский день, как и производство этого технологии, производство посуды, начинается французский день с фаянса. И почему? Потому что завтрак, дети, садовник, няня, член семьи, почтальон, который утром обычно прибывает, все пользуются общей посудой во Франции. И у меня есть один образец, я подобрала фаянс. Вот у меня есть такой гиен. И это даже у того же Эрмеса, помнишь, был прекрасный сервиз из фаянса, это очень французская фаянс. Но, например, фаянс, это самое качество, это нет апелляции фаянса, потому что фаянс делают очень в разных регионах Франции. Фаянс есть в Монтелье, фаянс есть в Лионе, фаянс есть в Луаре, фаянс есть под Парижем. Ну, очень много заводов фаянса во Франции, поэтому и вообще слово фаянс, я, кстати, сейчас тебе скажу. Фаянс на самом деле пошел от названия итальянского местечка Фаэнса под Равенной. Уже в 15 веке пекли глину, обжигали глиняные предметы при очень высокой медленной температуре для того, чтобы они застыли и стали очень твердыми. Потом появилась лазурь, потом появились эти вещи. Поэтому фаянс это не французский городок, как обычно. И Лимош не французский городок, а Лимош это прекрасная провинция. Поэтому я тоже самая. И этот Чиен на самом деле один из тех подарков, которые я получила, мне подарил это Игорь, которого уже нет с нами, мой очень близкий друг. Человек, который меня вырастил на самом деле. Ты и он, они привили мне очень много вкуса и развили меня. И я это признаю. И если ты любишь Японию и Китай, ну, я очень люблю Вьетнам, очень люблю Лаос, очень люблю Таиланд, север Таиланда и свои острова в Таиланде. Поэтому, зная это, Игорь выбрал, он сказал, пусть будет это, потому что он прожил очень больше жизней своих в Париже. И он сказал, пусть у тебя будет вот эта Азия всегда с тобой. Он знает, что я люблю национальные костюмы, краски, растения. И, кстати, Чиен – это культ французский, это нет французской семьи без Чиена, потому как у них есть очень красивые пасхальные серии, есть хорошие рождественские серии каждый год. У них есть collectibles, те вещи, которые произведены с указанием года, да, люди коллекционируют эти предметы, детские сервизы. Ну, в общем, это начало французского дня и это начало, скажем, культуры посуды во Франции. Затем, если говорить о фарфоре, то ты же знаешь, первыми, кто украл рецепт технологии производства фарфора, это были немцы, ИПМ. А, кстати, фаянсы, дельт, англичане так и называют его, English, дельт, голландцы называют это дельтская керамика. Это тоже самая разновидность фаянса. Так вот, первыми заполучили этот рецепт тонкого белоснежного материала, им удалось это сделать из своей глины, это были немцы. И потом, через какое-то время, естественно, это стало раритетом в Европе, естественно, основными, ну, может быть, не основными, но большими заказчиками немецкого фарфора был русский императорский двор, естественно. И я сегодня покажу очень много своих любимых книг, если позволишь, потому как вообще рассказать о фарфоре сложно онлайн. И так это не очень понятно. Поэтому я все равно позволю показать те издания, на которые я ссылаюсь и которые я собираю. И ты знаешь, что очень много работ, многое время я работала с художниками, с архитекторами, с декораторами и подбирала фарфор в разные интерьеры и сочетала их с интерьерами и многому научилась в этой теме. Отсюда я ее знаю по работе, скажем так. И, ну, конечно, по увлечению. Моя тетя Амалия Рюдберг очень увлекалась фарфором. Ты увлечена на день рождения сделал мне подарок. Мы с тобой пошли в Швеции, в прекрасный частный музей, да, с большими сервизными кладовыми. И я обещала туда вернуться. И как только поедет первый корабль в Стокгольм, я уже у меня была договоренность на одну субботу. Но я была в Новосибирске и не смогла поехать. Поэтому я не могу сказать, что мой любимый фарфор – это именно лимош. У меня много любимых марок фарфора и много любимых производителей фарфора. И мне нравится их сочетать. Я знаю, что ты сочетаешь, что у тебя тоже есть разные сервизы, верно? Но вот если я сказала о французах и сказала, что день начинается с фаянса, то затем в каждой французской семье будет сборный, но сет семейного фарфора. Здесь могут быть тоже разные тарелки, разные супницы, разные сосуды, аксессуары, кашпо. Огромное количество предметов. И это семья, это обед, это ужин. И потом у каждой хорошей французской семьи будет, конечно же, парадный сервиз. Вот он как раз и в полном составе очень часто достается антикварам, достается, переходит из рук в руки. И это тот сервиз, который достают по особым случаям. Свадьба, встреча семьи раз в год, Пасха, Рождество. Такие праздники, когда достается, накрывается, и это лицо семьи. Сколько должно быть тарелок в таком сервизе на одного человека? Ну, то есть вот полный сервиз на одного человека из скольки предметов должен быть? На одного сет тарелок, на одного. В разновидности тарелок восемь. Восемь. Здесь восемь. Но нет такого правила, как и Азия, как и твои японцы любимые. Французы не обязаны покупать. Я чуть-чуть расскажу. Сейчас перейду и расскажу о том, как компонуется и какие предпочтения. И о чем я говорила? О том, что КПМ выхватил этот рецепт и долго славились своим непревзойденным качеством фарфора. Были этим очень горды. И образовалось там 3-4-5 больших мануфактур. Потом в Австрии была одна мануфактура. Если ты знаешь известный Херенд, который венгры с огромным количеством ручной красивой росписи работы. И, например, вот этим как раз Херендом пользуется Ее Величество. И она дарит свадебные сервизы и Уильяму, и Гарри, и внукам первые фарфоры. Она дарит именно Херенд, потому что Ее мать выделила этот подарок на Всемирной выставке венгерской мануфактуры. Независимая Венгрия тогда была. И она сказала, что это настолько хороший подарок, что я его никому не отдам, я буду им пользоваться. И на самом деле ведь ты знаешь, в каждом отеле, в каждом хорошем ресторане есть свой культ посуды, свое прочтение у каждого известного повара, свое прочтение, свое отношение к посуде. Поэтому если ты меня спросишь, сколько должно быть предметов в сервизе, сетов нет. Вот как раз французы в этом плавают очень свободно. Они берут то, что им необходимо. У них есть база. Они никогда не покупают 12, они всегда заказывают на 14. Или это будет быть очень полный. Потом у них есть взаима. Потом обычно это же белая база. И постановочные тарелки варьируются. Постановочные – это может быть еще какие-нибудь десертные, середина стола. Это может быть чуть-чуть из другой серии. Обычно это один и тот же производитель, потому что форма одна. А дизайн может быть другой. Почему он подходит между собой, как мой райно и наш балкон? Потому что это одни и те же краски. Они всегда даже оттенок золота будет между собой играть. Поэтому если взять, если говорить о Франции, то скажи, знаешь, что у нас с тобой есть еще одно прекрасное увлечение. Это Астер Вилат. Да? Да. Астер Вилат на известной улице в Париже. И это для меня… Ну, это вот если ребенок мечтал о детском мире, то я всегда мечтаю пойти в Астер Вилат. И, в общем, посмотреть на людей, посмотреть на эти дорогую бедность, в кавычках, самую дорогую, совсем не бедность. А если, дорогие друзья, вы не знаете, Астер Вилат – это такой кривой, косой фарфор, неровный. Молочно-металлический. Молочный, такого молочного цвета, повторяет старые формы. При этом это всегда абсолютно понятно, что это ручная работа. И он такой облитый глазурью. И это такое, знаете, смешение, возвращение из Франции в Японию в каком-то смысле. Потому что это такое, это абсолютно ваби-саби. Это ваби в том смысле, что это простота, возведенная в абсолют. И в этом смысле то, что изначально фарфор из Китая, из Японии попал в Европу. И уже в Европе развился как самостоятельная абсолютная история. Здесь как бы такая дань японской простоте. Никакой росписи, никаких деталей. Но удивительно грациозные, например, там ручки у… Формы совершенно уникальные. Формы абсолютно, да. Они не отличаются, они все… На самом деле, вот если бы… Ты абсолютно права. Если бы мне сказали, что… Ну, мы всегда любим какие-то, так сказать, ставить рамки, вопросы неосуществимые, да. Ну вот если, например, сказали бы, вот все, теперь у тебя дома должен быть только посуда одной марки. Никакого вот этого разнобоя, или там Эрмес, или Бернардо, или там какая-то прекрасная Япония, или что-то. Я бы сказала, астер вела. Это правда. Это правда. Поэтому я тебя спросила, почему именно красный балкон ты начал собирать? И я. Я не понимаю. Я тоже мечтаю всю жизнь об астер. Потому что это такая дань красному цвету. Во-первых, я люблю красный цвет. И я. И мне кажется, что мало кто с ним умеет работать. Он очень запоминающийся. Посмотри, я даже красному своему балкону подобрала ведро для шампанского красное. Я даже выкрасил стены своей столовой практически в красный цвет. Да ты что? Ну, ты же знаешь. Да, и под инспирировавшись этим балконом, я инспирировалась книгой в свое время. Помнишь, у меня в той квартире в Кадриорге были все красное, зеленое. Знаешь, откуда я взяла? Это же был Red Shinoa. Who's Shinoa? Я купила книгу Living in China. Образно говоря, знаешь, Coffee Table Book. И запала там именно на эти цвета. И индийский зеленый. Бесполезно искать название, как он называется в Европе. Этот понтон нужно было. Я просто ходила с книгой в магазин, который смешивает краски финский, текурила. И заставляла их мешать до тех пор, пока это не было идеально. То же самое у меня было со стенами, которые были еще до сервиза. Но тоже мы с моим эстонским маляром, который единственный пришел ко мне. Эстонский Иво. Потому что, значит, это было, на самом деле, я не делал ремонт 20 лет. Я как купил квартиру, сделал ремонт с помощью Иво. Потому что все, кто приходил до него, говорили, так, здесь мы, значит, вам зашьем все это гипсокартоном. Здесь мы вам гипсокартоном. Значит, здесь у вас будет натяжной потолок. Я говорю, постойте, я не хочу этого ничего. Если это кривые стены, пусть они будут кривые. Ну, просто вы их аккуратно покрасьте. И пришел Иво и сказал, сделаем. И примерно в дальнейшем я слышал от него 5-6 слов вообще. Даже, по-моему, цену он писал на бумажке. Он был крайне неразговорчивый. И, значит, однажды только у меня была смешная история с ним. У меня есть на личной площадке есть кладовка. И однажды я подхожу к кладовке утром, вставляю ключ, поворачиваю. А дальше она не открывается. Я ничего не понимаю. Я, значит, тяну на себя. И она как бы поддается, а потом уходит обратно. Я совсем ничего не понимаю. И вдруг из-за двери раздается голос. Это я, Иво. Оказывается, он там у меня, значит, в кладовке без окон без двери. Верегивался? Нет, он там спал. Он поссорился с женой. Значит, но таких мастеров я никогда больше не видел. Потому что он... Ну, ты знаешь, вот эти мои полосатые стены, например, в которых все думают, что это обои. А я просто... Там действительно были обои хозяйские до 20 лет, когда я 21 год. Полосатые обои, выцветшие. Они на самом деле были с рисунком, но рисунок выцвел. Остался такие вот блеклые персиковые и фисташковые цвета. Я ему сказал, повтори такое только не обои, а стены покрась. И он идеально все это сделал. И абсолютно не надо с этим ничего делать. Ничего с этим не происходит. Высочайшего качества. И он не использовал никаких специальных, там, ни гипсокартона, ни потолков натяжных, ничего. Он все шпателем аккуратненько, он все сделал. И я до сих пор благодарен. Но пропал потом совершенно. Я бы с удовольствием... Если вдруг кто-то знает моего маляра Ива, которого я не видел 20 лет. Сколько ему было лет, 20 лет назад? Он был, ну, наверное, чуть постарше меня. Значит, ну, скажем, сейчас ему должно быть где-нибудь там 55-6 лет. Я поспрашиваю. Я поспрашиваю. Потому что, как ты знаешь, очень многие эстонцы имели контракты на большие заказы. Хранилище Эрмитажа строила эстонская компания в свое время. Но, скажем, 20-25 лет назад финно-эстонцы. Они всегда работали в связке, всегда хорошо строили. Литовцы хорошо строят. Но это именно финно-эстонцы. Это была их ниша. Поэтому я поспрашиваю, обещаю. Поэтому если бы Иво, наверное, ты позволил ему еще и посуду тебе подобрать, я думаю, он по-французски бы подобрал тоже фаянс. Ты знаешь, он ничего мне не подбирал. Нет, я просто говорю. Цвет выбирал я сам. Но он на словах понимал, какой мне нужен цвет. Вот хочу показать, что вот именно вот это фаянс, белый фаянс. Очень красивый. Бланк по-французски. Это культовый, вот этот белоснежный, толстый фаянс. Ведь любая черная точечка и любая неровность – это брак. Это видно. Поэтому если Астер Вилат превращает это в фетиш и в красоту, эти капли, эти заломы, серые из-под белого, то, конечно, французы традиционно хотят, чтобы это было все ровно, красиво, без скраплений и прочего. И еще у них есть, конечно, фаянс Патриморель. Это фаянс культовой времен французской революции. И французского дома я обращаюсь к такой книге, которую я очень люблю в мягкой обложке. Здесь иногда, вот сейчас мне придется по ней, наверное, отпуск проводить, путешествовать, потому что больше мне пока не светит. Но вот такие прекрасные, лаконичные французские убранства – абсолютно да. Признаюсь, я керамику и фаянс не очень понимаю, потому что я выросла в Эстонии. Если ты пойдешь в музей прикладного искусства, то лучшее, что ты там увидишь – это очень качественная, красивая керамика и очень качественное, красивое стекло. Кстати, вот в этом прекрасном музее Ленинградского завода художественного стекла, который открылся в павильоне, который открылся на Елагином острове, в конюшне. Это, кстати, была конюшня, была первой независимой работой архитектора Росси. И вот в этом конюшенном комплексе открылся музей художественного стекла, на котором в советское время главными художниками были две дамы из Эстонии. Они еще живы. И вот это тот завод, на котором Вера Мухина работала. Я даже не знала, если бы не пошла туда, что она работала и со стеклом. И вот эти все станции знаменитые автово и все ленинградские станции метро – это все вот этот завод. Поэтому эстонцы, видишь, в такой среде они всегда, они нашли себя. Они действительно очень много. И как мой прекрасный директор кунсткамеры. И, естественно, мне легко, потому что мы всегда говорим с ними в прямом смысле на одном языке. Поэтому фаянс, и если говорить уже, мы переходим к французскому обету, мы переходим к фарфору, то на самом деле КПМ, я не знаю, я не помню, как это случилось, но кто-то из партнеров КПМ понимал, что им нужна новая глина и новый материал для производства. И они понимали, что территориально такой материал, конечно же, может быть во Франции. И они, а в это время во Франции уже был завод, сербский завод уже существовал. Севр, или как его тогда называли, его так и называли, это была королевская мануфактура. А на Севр, это совсем сербская мануфактура, это где Винцентский лес, это чуть-чуть над Парижем, рядом с Парижем, вместе в Париже. И существовала мануфактура, она действительно принадлежала королевской семье, и Мария Антуанет была главной заказчицей его, и почему-то считается, что ее вот этот розовый Мария Антуанет, почему-то считается, что она любила фарфор только розового цвета. На самом деле, если посмотреть ее багаж, путешествовала она со своим чаем, со своим фарфором, со своими коробками, с тарелками, все было организовано, никакой русский прави-чет или никакой Бернар Арно не догадался до такого багажа, который был у Марии Антуанет. Это было все упаковано, и для меня это всегда кейс. Как упаковать обувь, когда ты отправляешься за океан? Ее же надо в багаж дать, во что ее положить, и как ее не смять, и вообще как ее везти, не в шляпной же коробке всегда. То есть это целый большой кейс, как правильно путешествовать. Когда я пришла в Шотландию сейчас в январе к Марии Стюарт, то найм персонала к Марии Стюарт, это был просто, простите, какие Хатчинсон из Лондона, вот где был найм персонала, структура, быта, тюнинг, кто за что отвечал, кто кому подчинился. Это все было с рисунками, с фотографиями. Я, в общем, в этом зале, я и провела дольше всего. Меня меньше всего интересовала кухня, меня интересовало вот это, как заставить карусель счастливого дома крутиться, чтобы это действительно счастье не обременялось, чтобы это все было вовремя красиво. Как это, сколько их должно быть? Ты спрашиваешь, сколько должно быть тарелок? Это я знаю, но сколько должно быть персонала? Помнишь, я всегда не очень знала. И была недогадлива, нужно было везде японцам напоминать, как моя Юки, которая до сих пор работает там, где я работала. Я уже ушла оттуда себе. Поэтому, тем не менее, глину нашли. Севр не перестал быть роскошной мануфактурой. Он не такой тонкий. Он не такой... И если у Севра такой базовый ассортимент, и у них есть роскошная, лучше их, наверное, вот эту скульптуру интерьерную никто не делает. Это действительно художники. И ведь там работали огромные, самые известные художники того времени. Они, естественно, работали на Севре. И помнишь, вот это все барочное, красота, позолота, формы, лепка. Это изобилие, оно и было только на форме. На самом деле, фарфор уже как таковой во Франции делают 1734 года. Апелляции «Фарфор нет» и «Севр» и «Лимож» являются, скажем, для меня такими главными районами, которые занимаются фарфором, где производят фарфор. И в «Лиможе», если ты знаешь, «Лимож» граничит с Бордо. В Канике я работала 12 лет. Честно, я всегда проезжала «Лимож», но я никогда в нем не была. И впервые «Лиможский вокзал» — это если… Витебский вокзал в Петербурге мой любимый. Но «Лиможский вокзал» — это просто любой пикник, любой кейтеринг, любой праздник. Я бы там отметила. Эти витражи, это роскошь. Умный, астроумный таксист сказал. А что у нас есть еще? Только фарфор и наш вокзал. Я говорю, почему у вас есть главный музей фарфора, где есть все? Да. Поэтому я очень люблю, ты же знаешь, если мне нужно что-то достать, я звоню в магазин при заводе, и там всегда есть сток, и там всегда есть скидочка, и там всегда есть эти писики, как говорят в Америке. Поэтому всегда все можно. Но… И главное, Татьяна, что они никогда не могут тебе отказать. Они… Нет, конечно. Потому что заказы самые странные. Я тебе покажу. Я просто залезла в свой архив, к счастью, в такой период, когда я все свои архивы перебрала. Я нашла очень много вещей. Мой проект с Ботега Венета по багажу, по производству. Это я помню, да. Эти файлы, если ты это посмотришь. И сегодня я нашла, как позолотить и как персонализировать. Я тебе все покажу. Поэтому на самом деле французский фарфор, да, и KPM нашли. Вот кто-то из партнеров KPM, может мне кто-то подскажет, как это было. Но, в общем, образно говоря, он украл. Хотел преломить этот рецепт, который они использовали в KPM. Это KPM, это технологию, скажем. И он нашел похожую глину, они нашли в Лиможе. Как многие хорошие вещи в той части Франции были найдены. Как лимузин, да, лимузан. Это единственное, это единственное при производстве коньяка, что ввозится в провинцию коньяк. Это дубовая почка из лимузина, да, а еще пробки из Португалии. Лимузин, лимош и коньяк. Это соседние, соседние области. И, например, в один из самых старых заводов, G.L. Koke, и они сказали, что фарфор, это им принадлежит фраза о том, что фарфор, это абсолютно не холодный материал. И Koke существует и сейчас. Его магазин находится по соседству с Кристофлем на Руяль. И G.L. Koke называется. Самое красивое золото, оттенок золота, который есть, у них называется хазарское золото и серебро-хазарское. Это платина и золото. Это безумно красиво. Это такое матовое, вот то, что ты любишь. Такое, знаешь, не блеск, а изысканное матовое покрытие. Поэтому Koke один в 1824-м, я не знаю, не буду врать, какой был первый завод в Лиможе, но один из самых известных Koke, существующих до сих пор, в 1840-м году американец Авеллан основал производство фарфора в Лиможе. Почему? Потому что он прекрасно знал, что мода на Европу в Америке, что можно привезти мебель, можно перевезти палаццо, можно перевезти очень много вещей, много вещей, но насытить рынок. В Америке такой клины нет, и они этого сами не производят никогда, или Мож есть Климож. Поэтому он основал Авелланд Essence, так и называется, он основал эту компанию. Кстати, сейчас, по-моему, в пятом или шестом поколении его внуки и правнуки, в общем, его наследники по-прежнему занимаются бизнесом. И ты меня спросил, сколько предметов должно быть в сервизе. Ну, например, у Авеллана стоки, форма, на каждом хорошем заводе есть сток форм, библиотека форм. У Авеллана будет около 2200 форм, из которых можно собрать сервиз на любую кухню, на любую пышность, убранство, на любой вкус. Именно форм. А раскрасить у них, это уже называется, серией. Поэтому история была еще очень хорошая связана с Авелланом. У него был партнер прекрасный, который вывел деньги из бизнеса, француз, и Авеллан банкротится. Все, близок к банкроту. И тогда Франсуа Миттеран, будучи остроумным человеком, сказал, хорошо, а где же я буду покупать своей дочери свадебный сервиз? Где же я буду пополнять свой бой? И государство дало лот на то, чтобы спасти бизнес, и Авеллан до сих пор существует. И если я не ошибаюсь, ты знаешь, у меня в каждом городе есть художественный музей, и в каждом городе у меня есть дама, которая или в комиссионке работает фарфором, занимается, или импортирует фарфор. В Самаре у меня есть прекрасная Инга, которая фанат фарфора. Ее магазин это просто лавка ценностей всего чего угодно. И она мне показала этот ритцевский исторический сервиз Авеллана. Если помнишь, такие фиалочки. Вот. И, например, я его нашла. Не поленилась. У меня есть такой каталог Аркуриал. Они продавали содержимое, начин курица перед ремонтом. И здесь продавалось все. И посуда, и посуда, и чашки, и салфетки с монограммой риц. И это был большой аукцион, и стекло, и чего здесь только нельзя было приобрести. Но это делают все гранд-отели, это не новость, но просто вот такие страницы каталога. И я знаю, что это была огромная продажа, так же, как отель Де Пари в Монако. Помнишь, перед ремонтом мы с тобой ходили, или ты жил там прежде чем? Ты был последним из знакомых, кто жил перед тем, как они закрылись на ремонт. Поэтому этот Авеллан, это действительно один из символов, скажем, классических. У них не так много линий, они не много делают, но у них есть знаковый сервиз, который ты узнаешь абсолютно всегда. Один из моих любимых, одна из моих любимых компаний в Лиможи это Бернардо. Они основаны в 1863 году. И сейчас Мишель Бернардо, который дружит со всеми твоими, теми же шеф-поварами, шефами мира, с которыми дружишь, ты дружит, я уверена, Мишель Бернардо. И вот мне посчастливилось быть на Бернардо. И когда я ходила по музею Бернардо, все было очень просто. Во-первых, я могла пройти через все стили в фарфоре. И это была история и культура Франции, и мира на самом деле. Людовик XVI и Мария Антуанетта прекрасные предметы были. Ампир, Наполеон I, да, они производили. Вторая империя, Наполеон II, производили. Арнаво, прекрасный, производили. Где-то с 50-х годов они стали приглашать знаменитых художников, и это они делают до сих пор. Например, Ван Донген в 1947 году для них сделал коллекцию. Нью-Лук, Бриджит Бардо, они были очень-очень тренди, очень... Ну, Бернардо это символ, и до сих пор это семейный бизнес. Он не принадлежит никакому холдингу, как Авилан. Не знаю про Кокен, не буду придумывать. В 1970 году они пригласили Бернара Баффета, или, как мы называем его, Бюфе. Баффет или Бюфе, это разные фамилии, на самом деле. Когда я приехала в Каньяк работать, я не понимала, что Мишель Жаксон это Майкл Джексон. Поэтому, знаешь, фонетика здесь тоже трюк свой. Значит, Баффет для них делал до Донген, сейчас делает Кунс прекрасную коллекцию, и Кунс делает и тарелки, расписанные Кунсом, по скетчам Кунса. И после того, как они сделали ему красивые тарелки, он попросил их тоже делать его, всех этих собак, и все фигуры. У него был другой поставщик, но он сказал, что такой безукоризненности, может быть, такой безукоризненной полировки, глазури и всего чистки и форм может добиться только Бернардо. Так что Бернардо делает для него эти фигуры. И, например, у Бернардо есть прекрасная коллекция Шагала. Именно это так и называется сервиз по мотивам Шагала. И у этого есть тоже очень интересная история, потому что, когда дочь Шагала выходила замуж, Шагал написал Бернардо и сказал, дайте мне, пожалуйста, белье, не расписанное белую основу, и я хочу своей дочери нарисовать сервиз, расписать сам. И они вместе это сделали, и это был подарок. И он был настолько удачным, что Бернардо выпустил серию. И не так давно, когда внучка Шагала, соответственно, дочь дочери, выходила замуж, был тоже создан прекрасный сервиз по мотивам Шагала. И это очень ярко, это вот это голубое витебское, но это абсолютно, абсолютно уникальный сервиз. Марина Абрамович, очень много, очень много художников работают с Бернардо, и это такая ниша. На самом деле, Моррис Ричард Хеннесси, помнишь, сказал мне, что качество ресторана можно определить по листу шампанского, по залистованным шампанским, по выбору шампанского. На самом деле, ты ведь тоже иногда вилочку, ножик подсовываешь под тарелку, чтобы узнать, кто производит ее. Я скорее переверну тарелку, я не буду так уж. А, поняла. Ну, будешь, как всегда, прав. Все, что ты делаешь правильно. Все, что ты делаешь правильно. Например, Троагро. Они всегда работали с Бернардо. Это Троагро под Туром, не Троагро в Москве. Я не помню, что было у Троагро в Москве. Там было все в порядке, кстати говоря. Да? Да. Во-первых, все-таки, мы говорим сейчас про ресторан Кумир, который был в самом начале 2000-х годов. В Москве на Трехпрудном переулке. И это был первый ресторан Троагро, всей семьи Троагро за пределами не просто Франции, а за пределами Леона. Поэтому это было для них очень важное предприятие. И они в том числе и посуду предложили купить туда такая, какая должна быть. потому что делал это Михаил Николаев со своей женой Мариной, большие любители французской кухни. И, кстати говоря, тогда Михаил был банкиром. Они вместе с Мариной еще делали театральную премию Кумир. И поэтому ресторан назывался Кумир. Когда они соотносили Кумир и Кумир, я поняла. Видишь, как нам полезно... Когда Михаил совсем отошел от всех своих банковских дел, он основал одну из лучших в России виноделин. У него с сыном, которого звать тоже Михаил Николаев, они вдвоем в Краснодарском крае делают вино Левкаде. Они делают вино и сыр. И это прекрасно совершенно... С каждым годом эти вины становятся все лучше, все интереснее. И это такая прямо интересная очень семья, которая, несмотря на то, что ресторан закрылся, там был ресторан Кумир, а потом еще открылась кафе Афиша. Сейчас там балетная школа, я преподавала там, я ходила, я вспоминала всю эту историю. Это был 2002 год, если я не ошибаюсь, в 2005. Я только приехала в Москву. В дворе типографии. Смелянский был директором, я очень хорошо помню. Это было совершенно прекрасное заведение. Прости, я уцепил Труагро, и, кстати говоря, я пару лет назад встретил Мишеля Труагро в Копенгагене и рассказал ему, что я вот помню его ресторан в Москве, и он с большой теплотой рассказывал как о ресторане, несмотря на то, что бизнес не удался, но, к сожалению, все большие повара, которые к нам приходят, ничего с этим не выходит. И ресторан Пьера Гонера закрылся, я ресторан Алена Дюкаса закрылся, и все они не больше двух лет выдерживают, положенных по контракту. У нас как-то не приживается классическая французская кухня, хотя это большие мастера и большие молодцы. Ну, прежде всего, там была проблема, конечно, не с фарфором, а с продуктами и, конечно, с сервисом, потому что очень трудно с нуля сделать такой истинно французский сервис, который будет с одной стороны достаточно attentive, с другой стороны он не будет, французский официант никогда не прислуживает, да, он служит, он не прислуживает, он делает сервис, но он никогда не будет, если, так сказать, он может хамстому ответить на хамство, он может, он всегда знает, что он на социальной лестнице стоит не ниже, не выше, он в стороне. Многие стоят намного выше нас с тобой, прекрасно, как мы знаем, в кафе Ду Флор и в прочих местах, правильно? Или вместе напротив, в бестро напротив. Поэтому я знаю, что, например, поправь меня, ты знаешь все о ресторанах, я знаю, что многие повара предпочитают белый фарфор, да, очень мало, очень мало декора. И, например, вот этот очень понятно, почему, потому что повар любит рисовать на фарфоре, особенно, если это файн-данин, если это какое-то великое ресторанное чудо, там, Олен Дюкасса, естественно, что им нужны большие тарелки разной формы, тончайшие, толщайшие, разные. И, собственно, им не нужен декор, потому что декор делают они сами. Да, ну вот, например, у меня есть еще такая подруга, я образно говорю, ты знаешь, у меня подруга, Тетя Рейкова, ну, много у меня подруг, Тетя Аня, ты знаешь моих подруг, у меня есть еще Барбара Карпин, это такая гран-дама, она была в одно время одной из самых издаваемых таких чтивов, руманистов, руманистов американских, и у нее есть вот такая нереальная поваренная книга, все что угодно, фру-фру, как хочешь, но тарелка всегда белая. И как раз у Троа Гро, о котором мы говорим, его тарелка от Бернардо, она шоколадно-коричневого цвета, одна из тарелок постановочных и такими большими золотыми царапинами. Где еще Бернардо? Ладуре и Бернардо, где еще Бернардо? Морис, где еще Бернардо? Бернардо и Афранц, премьер. Бернардо еще где будет? Будет. Прекрасно. Как называется? Он в Литетции, в Париже, работает в ресторане и сезонно. Это ресторан в Каннах. Я сейчас... А, Лепетитнис он называется. Так и называется, конечно. Где один из лучших буевесов на берегу и один из... Он же делает один из лучших... Лепетитнис. Да, мы слышим. Нет, Лепетитнис. Лепетитнис, не Мизон. Мизон это чуть-чуть другое. Это именно Лепетитнис. Это тот же ковр. И он тоже... У него есть супер буевесная тарелка. Она как бы состоит из двух модулей. Потому что буевес ты же должен, да, разбирать. Поэтому это такая супер для него сконструированная специальная вещь. Да. И, конечно же, я еще хотела... У меня тут в квизе у меня есть еще такая роскошная книга, которая называется «Из сервизных кладовых издательства Эрмитажа». Но здесь очень много историй. Что я хотела показать? У меня был квиз на днях. Аукционная вещь. Швеция. Посеребрение. Я показывала передачу. Это, образно говоря, сосуд. Он может быть фарфор, может быть металл, посеребрение, который ставится на стол, в котором или охлаждаются рюмки во льду, он заполнен льдом и водой, или охлаждается вино. Так и называется передача. Он может быть бутылочная, или может быть вот такая плоская, или может быть в такой виде кашпо. Пюбень, который я предлагала, это мусорница. Это действительно мусорница, но это та мусорница, которая будет актуальна завтра. Мы будем завтра бить яички и чистить их. А куда мы положим мусор? У французов для этого всегда есть фарфоровая мусорница. Она стоит на столе, она так и называется пюбень. Поэтому в этой книге много описано, много Майсона, много гимнов Майсона. Как ты знаешь, Павел I написал два письма в Ройл Копенгаген, совсем не в Лимош. Но Екатерина II двум своим фаворитам заказывала, конечно же, строила дворцы и заказывала в них сервизы. Об этом позаботилась женщина в данном случае. Потемкину она подарила прекрасный сервиз, который имитировал Камеи. У меня есть подтверждение этому. Вот такая роспись была на этом сервизе. Камеи, потому что она очень любила Камеи. Потемкин ей за это подарил кошечку в ответ. А Орлову она подарила роскошный охотничий сервиз. Охотничий сервиз нереального посвящения и нереальной росписи. Вот так это выглядело. К сожалению, эта выставка была только один раз. Она так и называлась с фермитажа и сервизных кладовых. Только три месяца длилась. Но книг много, так что есть время. Тебя просит сделать пост в Инстаграме просто обложками этих книжек. офлайн или вопросы на сайт. С удовольствием всем отвечаю. Потом, чтобы сервиз не был типовым, я нашла свою работу с посвящением от отелье. Я задала им вопрос, как персонализировать, как позолотить и как найти свой правильный вензель. И вот так отелье Лет Олег, которое, к сожалению, закрылось. И Лет Олег первым начал копировать очень удачно китайские росписи. птицы, пейзажи и вот эти китайские мотивы. Это действительно вот эта роскошная книга, она подарена мне и аукцион в 90-м году был госпожи Лет Олег. Это был один из таких больших производителей изысканного. Таня, дорогая, прости, я тебя прерву. Мы через 60 секунд уходим из эфира. Понятно, что тема столь необъятная тобой и столь любимая, что я сегодня не произнес ни слова. Но, собственно говоря, я и совершенно ничего не представляю о французском фарфоре, кроме того, что собираю один из сервизов. Но я думаю, что мы вернемся к этой теме. Мы сделаем обязательно целую нашу встречу, посвященную итальянскому фарфору, который мы любим. Немецкому фарфору. Немецкому и так далее. А сейчас я просто хотел сделать маленький тизер в оставшиеся секунды. Вот мне уже доставили к завтрашнему дню кое-что, что у нас будет на чаепитии. А Таня сегодня встречается со своим человеком. Не говори, он назначил мне свидание. Да, у Тани сегодня свидание, и она встречается с... Хорошо, я не буду говорить, что его звать Андрей. Он меня назначил в старом городе на смотровой площадке, мне последний раз свидание в восьмом классе там назначали. Дорогие друзья, отпускаем Татьяну на свидание и прощаемся с вами до завтрашнего праздничного нашего пасхального эфира. Нарциссы в студию. Нарциссы в студию. Дорогие друзья, спасибо вам за ваши вопросы, на которые мы не смогли сегодня ответить, потому что не хватило времени. И оттуда вас Продолжение следует...